Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров PIC. У нас урок 9 и продолжаем мы тему таймеров. Сегодня мы рассмотрим еще один таймер, это таймер 2. Контроллер пока у нас остается PIC 876A и возможно последнее занятие мы с проводим. Затем мы перейдем на 877A который будет уже расположен на удобной плате, которую я вам показывал и в описании она всегда есть. То есть там гораздо будет удобнее работать и возможно мы уже займемся подключением дисплея символьного. Ну посмотрим как пойдут дела. А сегодня у нас таймер 2, который является хоть и 8-битным, но за счет того что у него два делителя, один пост делитель, другой пред делитель. Я надеюсь вы понимаете как это пост и как это пред. То есть деление перед происходит и после. За счет этого, что их именно два этих делителя, мы можем получать неплохие периоды, немалые. И также интересно, что в одном из регистров таймера специализированном PIR2 можно явным образом задавать нам значение периода. Что также вносит огромное удобство. Удобство заключается в том, что нам не нужно будет в каждом прерывании заново задавать с вами период. Точка отсчета и так далее. То есть возможно это даже поможет каким-то образом нашей оптимизации, которой мы всегда с вами стремимся. Поэтому давайте все-таки посмотрим слова словами. Хочется вот это все увидеть. Вот она схема. То есть вот у нас постскейлер, вот у нас прескейлер. Частота. На него поступают импульсы. Частотой нашего кварцевого резонатора или осциллятора какой там у нас будет, смотря что у нас включено. Разделенный на 4. И затем идет деление. То есть в зависимости от значения вот этих вот битов в определенном регистре коэффициент делений бывает вот таким до 1.16. Затем мы уже попадаем в регистр таймера, который у нас счетом занимается и его инкрементируем. Но значение с него сразу в общем не управляет прерыванием. То есть когда здесь происходит инкрементирование и когда доходит счетчик до переполнения, сразу не в прерывании все это идет. Идет все у нас в внешний выход. Также у нас вот есть вот этот вот регистр Pair2, про который я говорил, в котором занесено значение. У нас нарастает значение счетчика от нуля до заданной величины вот в этом вот регистре и происходит вот здесь сравнение. Компаратор стоит, который ни в коем случае нельзя путать с компаратором аналогом. Это цифровой компаратор, который сравнивает значения натиканных в регистре Pair2 и в регистре Pair2. Два это потому что у нас таймер второй. Так принято обозначать. Как только это все совпадает и у нас тогда уже идет импульс вот сюда в постскейлер. И в зависимости от значения от постскейлера, если оно уже считается здесь, если стоит, например, 1,16. Здесь плавно от 1 делить на 1 до 1 делить на 16. То есть до делений на 16 можно выставить. Если, например, выставили мы деление на 16, то это идет сюда 16 импульсов и на 16 счете или на 15, если там от нуля, тогда только у нас происходит прерывание. То есть если мы используем не внешний выход, а именно прерывание, то оно у нас произойдет, когда вот сюда дойдет сигнал. На его инициализацию это прерывание или инициирование. То есть учитывается оба делителя. Значение в постскейлер вносится благодаря вот этим вот 4 битам. Из-за того, что их 4, поэтому и плавность достигается. То есть как раз 16. 4-битный. Теперь рассмотрим поподробнее наши регистры. Ну не то, что регистры. Нам главное вот этот регистр. Т2кон. Кон это понятно. Это как раз управление. Регистр управления. Вот они наши 4 бита. Вот они управляют значением постскейлера. Значением его коэффициент делений. Вот идут если все нули, то один к одному. Если единичка, то один к двум. Один ноль, то есть двушечка, то один к трём и так далее. Если все четыре единички, то одна шестнадцатое значение нашего пост делителя. Бит следующий. Вот этот вот второй. Он у нас управляет включением таймера. Если он ноль, то, например, выключен. Единичка, таймер включен. Бит седьмой у нас не используется. И всегда равен нулю. Читается как ноль. Вот здесь написано. Затем идут еще два бита, которые управляют пред делитель, который влияет также и на внешний даже выход. Не только на прерывание. И здесь вот такие вот значения. Если ноль ноль, то единичка. Если ноль один, то четыре. Если один с любым битом, то шестнадцать. Ну жаль, что один ноль было бы вот шестнадцать. А один один, например, двести пятьдесят шесть. Был бы еще бы интересней. Ну вот производитель в силу каких-то особенностей, наверное, конструкции, которую мы не знаем. На самом низком уровне элементной базы, наверное, там может быть это невозможно. Ну или незачем. Я не знаю. Но мы применим еще с вами третий делитель сегодня программный. Я думаю вы понимаете, как его реализовать. Ну здесь уже идёт объяснение, что там чем у нас управляет, что чем не управляет. Регистр TMR2. Регистр счёта. Он очищается. Стоит об этом помнить. При сбросе регистров пор. Ну или битов. Скорее всего какого-то регистра. МЦЛР. Резет. Ну это понятно. Ножка резет наша. Когда мы ей дёрнем, то он тоже очистится. ВДТ. Ведждог. Таймер. При его также сбросе. И бор. Тоже мы знаем, что такое бор. Не надо лишний раз это объяснять. Поехали дальше. Схема наша с того времени, как вышел у нас урок по таймеру 1 не изменилась. Также мы управляем динамической индикацией. Вот она наша схема. В данный момент здесь прошит у нас проект прошлого занятия восьмого. И вот так тут у нас считает счётчик. Как мы видим, ничего тут не мерцает, потому что мы добились того, чтобы у нас не мерцал. Но мы ещё там кое-что оптимизируем. Проект у нас таймер 2. Создан из проекта таймер 1 прошлого занятия. Всё это переписано. Ну, как мы знаем, чтобы создать, переписывается всё, все исходники. Make file. Ну, если нужен файл протеуса, переименовывается файл протеуса. И папка nbproject, в которой мы удаляем всё полностью, кроме вот этих двух файлов. В файле project.xml мы вот здесь тоже исправляем имя. И всё. У нас практически не страдает старый проект, а появляется ещё новый на его основе. Это делается очень быстро. Никакой импорт нам не нужен глючный. Всё нормально работает. Заходим и подключаем наш только что созданный проект. Как вы видите, я уже с 877 немало работаю. Вот я уже 2004 дисплей сегодня погонял. Нормально всё там работает и хорошо. То есть дисплей нам будет нужен, потому что дальше нам будет поработать нужен с EEPROM. То есть EEPROM, он вот здесь вот в DATSHIT, он идёт чуть ли там не первым после прерываний. И мы его умышленно с вами пропустили, из-за того, что нам результат посмотреть даже негде. Ну, потом мы разберёмся с EEPROM. Оставим пока DATSHIT в покое. А уж после того, как дисплей мы подключим, мы и с EEPROM позанимаемся, и с CCP, который у нас расширяет возможность всех наших таймеров и не только таймеров. Там можно уже и шим завести двухканальный. Плюс ещё можно сравнение реализовывать у других таймеров. Не у таймеров второго. Например, у таймер 1 можно сравнение. И также мы, что мы ещё-то можем? CCP, COMPAR. Ещё что там есть у нас? Сейчас посмотрим. Даже интересно. А то сейчас буду голову ломать. CAPTURE, COMPAR, OUTPUT. Так же захват. Забыл я простить. Хорошо. Открываем наш проект. Таймер 2. У нас сегодня таймер 2. Не забываем сделать его главным. Открываем mainc. Но пока нам нужен не mainc. Мы откроем letc. Уберём отсюда вот этот letcount. Всё равно мы его не используем. И вот здесь ещё вот в этой вот функции. У нас тут было что-то и закомментировано когда-то. Оставляем мы лишь только вот этот вот letprint. И всё. Чего нам больше не нужно? Нет, подождите. If-то у нас не сработает. Ну вот так. Всё. Должно быть. Всё. Ну на всякий случай. Давайте проверим. Прошьём. Так. Давайте с клином соберём. С вот этой. С метёлкой. Я уже начинаю привыкать к пик третьему. К плате open waveshare мы подключим с вами уже пик третий, который будет прямо отсюда у нас прошивать, отлаживать. То есть мы перестанем с вами мучиться, заходить в вот эту старинную вещь пик 2 программер. Я думаю уже у всех практически пики третьи программаторы. Конечно лучше всего оригинальный. Я не знаю. Но говорят что и не оригинальный работает. Я не пробовал. У меня оригинальный. Мне его прислали в подарок. То есть ещё раз благодарю того кто мне очень часто присылает всё. То есть значит уроки мои проходят не бесследно. Они нравятся. Благодарности я превеликие получаю. По STM даже ещё и компания меня поддерживает. Ещё раз им привет и мои благодарности. Хорошо. Тут был таймер первый. Импортируем теперь проект. Таймер второй. Он у нас там собрался. Не проект, а прошивку. Файл прошивки. Прошиваем. Если сейчас всё у нас считается. У нас всё считается. То продолжим дальше. Уберём наш счётчик куда-нибудь подальше. Свет лишний выключаем. Всё видно. На самом деле всё это очень красное. На камеру всё тут мерцает. А в глазах у меня не мерцает ничего. Ну это понятно. Не сходится у нас частота по всей видимости кадров. С частотой обновления напряжения на ноде. Ну хотя бы вот здесь вот артефактов мы не видим. А это тут пускай мерцает. Это только на камеру. Ну всё. Мы немножко тут пооптимизировали. Идём теперь в Main C. Начинаем потихонечку избавляться от первого таймера. Мы с ним работать сегодня не будем. Убираем всё что с ним связано. Вот это вот. Вот это вот. Всё с таймером первым. Так же вот это вот всё с таймером первым связано. Этот прескейлер оставляем. Потому что он идёт у нас на обновление значений на анодах. То есть по переключению анодов. Чтобы обеспечить динамическую индикацию. Он у нас именно работает для нулевого таймера. Который мы никуда не денем. Ну и теперь начинаем заводить таймер второй. Мы попробуем сегодня запрограммировать счётчик так. Чтобы он считал медленно. Приблизительно раз в секунду. Но только для этого, как я и говорил. Мы не сможем один период таймера работать с делителем. Поэтому придётся в обработчике прерывания прибегнуть к переменной. Которой мы будем там до определённой величины инкрементировать. А затем уж будем её сбрасывать. Таймер мы запрограммируем так, чтобы он нам отсчитывал период с частотой ровно 25 Гц. Ну конечно это не ровно. Ровно будет если точно у нас какой-то калиброванный кварц. Ну примерно. Чтобы было ровное число Гц у нас. Потом легче будет общей частотой после этого нам управлять. Давайте прям сразу скопируем целый блок. Вот такой настроек. И сейчас я всё тут вам расскажу. Ну тут в принципе-то и рассказывать-то особо и нечего. Вставить вот этот return что ли уберём. Вот так вот красивенько сделаем всё. Вот. Ну так вот. Мы с вами устанавливаем значение 10 предделителя. И в пост делителе пост скейлер. Здесь тоже пост скейлер. Сразу правим и на сайте нечего вводить в заблуждение. Вот сколько раз гонял и только вот именно непосредственно когда снимаю видео урок замечаю ошибки. Вот так вот. Вот такая ответственность когда снимаешь урок. Пост скейлер. Ну что-то там я ещё хотел. Ну то что return уберём это я думаю и так всё уберём. Не надо это писать. Ну вернее не обязательно. Не то что не надо. Так вот мы потом прескейлер и в регистр PR2 заносим значение 249. Ну F9. Получается у нас что 249 минус то что у нас частота 1000. Это частота генератора разделённая на 4. Не 1000 а миллион. Делим на 10, на 16 ну и на 250. Получаем 25 Гц. Вот так вот у нас всё и считается. То есть есть специальная формула. Она где-то была в дата-шите. Может ещё в какой-то документации. Как именно рассчитывается частота. Ну там понятно из предделителей. Нет тут такого. Ну то есть рассчитывается так. Берётся частота генератора тактирующего разделённой на 4. Делится на значение предделителя. Делится на значение постделителя. И берётся вот это значение. И делится на это же значение с прибавленной единичкой. В общем как-то вот так. Всё. Мы получаем 25 Гц. Ну это конечно ещё не всё. Мы ещё таймер с вами не включили. Это мы только с вами предделители и регистр сравнения завели. Смотрим дальше. Что мы делаем. Нам нужно включить прерывание и включить таймер. Всего лишь и осталось. Но это пока только по настройке. Сами прерывания тоже надо будет настроить. Конечно обработчик правильно инициировать. Всё. Можно так, можно наоборот. Таймер нулевой. Сначала включить. Ну зачем нам нулевой. Мы включим первый. Но всё равно у нас всё это не заработает. Пока не будет прерывания. Всё. Теперь вот здесь ещё нужно одна глобальная переменная, которая будет у нас заниматься программным делением. Она будет считать не теки, а будет считать у нас прерывания. В каждом прерывании мы будем её инкрементировать до определённой пары. И вот когда эта определённая пара настанет, тогда мы только будем вот этот инкрементировать. Поэтому сначала мы, конечно. Вот здесь вот единички на двойки справляем. Таймер у нас второй. Вот это нам не надо каждый раз заносить. У нас помнится всё. Он никуда не сбросится. Всё. tmr2if флаг сбрасываем. Потом эту мы переменной не будем в time2 перевращать. Я думаю от этого ничего не будет зависеть. А то много где её превращать. Это просто переменная. Никак не регистр. Всё. Теперь нам нужно вот как-то воспользоваться вот этим ncnt, который пока что у нас равен единичке. Ну конечно его нужно сначала проинкрементировать. Вот тут. Я табулятор сделал на две символа. Иначе бывает такая вложенность, что потом очень далеко всё уходит влево. Там делается это всё легко. Вот где-то тут вот в options. Там много чего можно сделать. Editor здесь может быть. Даже нет. Не тут конечно. И даже не тут. Уже забыл где. И форматинг. Да. Вот здесь вот. И вот здесь. Tap size. Вот indent size 2. Ставим. Сохраняем. Скорее всего возможно там нужно будет другой профиль. Но может это даже не здесь. В eclipse по моему обязательно другой профиль. Здесь просто вот этот двушечка ставите и всё начнёт у отлично. Отличным образом. Ну вот. Мы всё сделали. Но толка от того что мы сделали пока никакого нет. Будет бесконечно инкрементироваться и ничего от этого не будет зависеть. Поэтому нужно сделать вот так. Не просто вот здесь time count плюс плюс. А только когда у нас результат в ncnt достигнет 25. Мы во-первых в теле этого условия сначала сбросим данный результат. Затем проинкрементируем переменную вот эту time 1 count. И её сбросим если она там достигнет у нас слишком больших величий. Так как у нас четырехразрядный с вами индикатор. Нам не нужен чтобы она стала пяти разрядной и более. Вот и всё. Жмём F11. Проект у нас собрался абсолютно без ошибок. И просто вот тут жмём right. Ну и всё. Счётчик начал считать. Вот мы сейчас проверим секунды то хоть приблизительные или не секунды. Есть у нас вот такие часы. Никак не могу достать. Вот какие большие у нас есть часы. У меня кстати есть где-то по сборке. Ну где-то так. Где-то раз в секунду как видим. Вот двоеточие мигает точно в секунду раз часы. Ну тоже не точно. Они спешат немножко. Потому что там микросхемка старенькая применена. Во-первых без термокомпенсации. И может быть кварцевый резонатор не точный. Лучше всё-таки 32-31 что ли микросхема. По которой был один из последних уроков по часам. Ну так вот. У нас всё считает. Мы с вами сегодня смогли поработать с новым таймером. Который таймер 2. Ждите следующих уроков. На этом разрешите мне с вами попрощаться. Чтобы узнать когда точно выходит урок. Не устаю вам напоминать. Вам нужно обязательно включить уведомления. Не забывайте. Ну понятно перед этим чтобы включить уведомления на какой-то канал. На его в общем появление новых видео. Нужно на него подписаться. Пишите комментарии. Жмите кнопочку мне нравится. Если вам понравился сегодняшний урок. Всем пока. Всего хорошего. Всем добро. Здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok